Хорошо, сложной материи мы коснулись. Алис, я предупреждал вас, что Алистофан здесь самый умный из присутствующих. Он говорит о самых серьёзных вещах, в отличие от всех остальных. Если больше нет вопросов, давайте будем продолжать. Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйца волоском. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Девса, должен был повернуть в сторону разреза лицо половину шеи. И я говорил вам, это восхождение Аполлона. Аполлон и Зевс работают вместе. Бог политики – это Зевс. Но Бог чего Аполлон? Этого предсказания. Бог предсказания. Аполлон – это Бог, который отвечает за связь богов с людьми. Аполлон – это Бог, который подтверждает, что боги реальны. Аполлон – это Бог, отвечающий за идею о том, что за смертью стоят посмертные наказания. Что загробный мир настоящий. Поэтому в создании нового ослабленного человечества, нового порядка, стоят Аполлон и Зевс. Я не говорю, что это финальное объяснение или лучшее объяснение. Я говорю, что это то объяснение, которое приходит мне в голову. Чтобы, глядя на свои увечья, человек становился скромнее. Да. А все остальное, и велено было залечить. И вот это у меня вопрос. Глядя на свои увечья, человек становился скромнее, но люди красивы, и они… Не-не-не-не-не-не-не-не. Имеется в виду, изначально наша голова повят в другую сторону. Потому что мы спина к спине были. А теперь, где прошел разрез? По спине. Теперь, когда мы повернули голову сюда, мы видим собственный разрез. Да? Да. И? Да. Это напоминает… Нет. Конечно, красивый. И это напоминает нам о том, что боги когда-то нас уже наказали. И если мы будем себя вести снова плохо, если у нас снова появятся великие помыслы, высокие помыслы, боги накажут нас еще раз. Но есть этот разрез только у тех, у кого он разрезал, но у нас же его нет. Ну, снова. Конечно же, у нас есть. В смысле… Чуть-чуть. Простите, чуть-чуть вперед, и вы поймете. Да. Но вообще, конечно, эта проблема с мифом в оригинале, он должен быть только у тех первоначальных людей. Аристофан описывает изначальную природу человека. Она не заключается в счастье. Она заключается только в высоких помыслах, в попытке скинуть политический прядок. Новая природа человека, изувеченная природа, как минимум заключается в скромности, в стыде. И Аполлон поворачивал лица, и стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди живота отверстие. Оно и носит ныне название кубка. Да, каждый раз, когда вы смотрите на свой пупок, вы вспоминаете, что это результат действия Аполлона, результат наказания за то, что были слишком горды. Просто это странно, это греки прославили человеческое тело так красиво, так прекрасно, и ни один из них не задумывался о стыде человеческого тела. И здесь он говорит о том, что люди смотрят и стыдятся. Ну, конечно, речь идёт о мифе. Я поняла, если бы это среднее... Нет, смотрите, это же Аристафан. Давайте обернёмся к лихологии. Скажите мне, делали вы в своей жизни что-нибудь постыдное? Ну, допустим. Хорошо. Если что-то настолько постыдное, что периодически оно всплывает и гложет вас, делает ли это вас несчастной? Когда вспоминает, да. Да. А это значит, что вы ощущаете свою неполноценность. Неполноценность связана с чувством стыда. Вы полноценная, не можете быть постыдной. Но так как вы стыдитесь себя, это означает, что вы неполноценны. Да, но вы сейчас говорите о поступках, а я говорю сейчас о внешности. Внешности это никак не... Нет. И снова, я предупреждал вас, что не надо вчитывать миф больше, чем там есть. Это аллегория. Потому что если верить Аристофану, то только первые люди имеют пупок. Потому что только у первых людей Аполлон, который я засекал, имеется необходимость завязывать что-то. У нас уже ничего нет. Мы сразу родились изделёнными. Но нет. Это всё для нас с вами не имеет значения. Почему? Этот миф, он миф не про то, откуда у нас такие тела, какие есть. Он миф про то, почему мы чувствуем себя плохо. И я говорил вам, вы чувствуете себя плохо, потому что есть нечто постыдное, что вы сделали. Но вы могли сделать нечто постыдное только потому, что вы неполноценны. Вы несчастны, потому что вы неполноценны. Это психологический пример. Но следующий пример, философский. В сокрытом в листве автор пишет, что как-то в детстве он задумался над собой. Он совершает ошибки. И он подумал, что с возрастом этих ошибок будет меньше. И тогда он решил провести эксперимент и начал записывать ошибки, совершённые за день. И он говорит, я взрослел, но количество ошибок в журнале не уменьшалось. Философ видит, что человек не может быть полноценным. А значит, он всегда несчастный. Даже лучшие из людей, то есть сами философы, не могут не совершать постыдного, не могут быть совершенно счастливыми. Они не полноценны. И именно об этом Мария Стофанна говорит. Не сбивайтесь в тельс. Хорошо. Давайте. Разгладив складки и придав груди чёткие очертания, для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колотой складке кожи. Да. Когда Алкевиат в конце будет говорить о Сократе, он будет говорить у Сократа на языке всё время какие-то шапожники, земледельцы и прочее. Возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин на память о прежнем состоянии. И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине. Они обнимались, сплетались и страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать пороси. И вот тут мы видим, что Зевс как всегда облажался. Он не подумал наперёд. Когда разрезанные люди оказывались разрезанными, всё, что они хотели, это восстановить собственную природу. Они снова хотят стать цельными. И это подразумевает, а речь естественно идёт о любви, ведь правильно? И это подразумевает, что подлинная, изначальная любовь, настоящая любовь, единственная любовь, это любовь к самому себе. Разрезанные пополам люди хотят снова быть одним человеком, любить самого себя. В связи с этим у нас возникает ещё более страшная идея, ещё более интересная, что у вас, да, возникает? Нет, ну я просто представила, насколько это эгоизм вообще во всём. Да, но все предыдущие ораторы скрывали эгоизм или не понимали, что они говорят об эгоизме. И следующий оратор, агафон, никогда не поймёт, что он говорит об эгоизме. Но подразумевает. Да, конечно, да, 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 да. И только Аристафан прямым текстом говорит, подлинная любовь – это любовь к себе. Теперь следующий шаг, нас очень интересующий. Эротизм появляется только, когда люди рассечены пополам, только когда изначальные люди рассечены пополам. Значит ли это, что в изначальной природе человека нет никакого эротизма? Ну, по Аристафану получается, что да. По Аристафану получается, что да. Больные эротизмом люди – это подчинённые богам люди. Подлинные люди – неэротичны. Цельные люди – неэротичны. Быть может, счастье как раз и заключается в том, чтобы перестать быть эротичным. Я напоминаю вам из всех присутствующих, только Сократ будет утверждать, что он неэротичен. Сократ никого не любит, в том числе, кажется, и самого себя. Эликсимах? А что Эликсимах? Он любит свою науку. Красивая наука. Да. Хорошо, Эликсима, истинная любовь к своему себе. И Аристафан говорит это прямо. Это очень здорово, классно, но перед нами начинаю следующие предложения. О том, что когда умирает одна из половины, вторая отваливается и бежит искать другую. Это как-то не очень радует. Потому что Лада – любовь к своей, потому что это своё – это я. А вот другая – это я. Я снова вам говорю. Не вчитывайте в миф слишком много. Но зачем ты это сказал? Да, конечно. Потому что это реальный факт. Мы не всегда находим свою половинку с первого раза. Потом он скажет, что есть и такие, чья половина мертва. И тогда мы подбираем любую другую половину. Это не имеет значения. Но как же это я говорю? Это желание изначальной природы. Желание снова быть цельным. Это желание снова вернуться к себе самому настоящему. Это и есть и горица. И дело для этого всё, чтобы не вернуться к себе настоящему. Это уже указание на философскую проблему. Подлинные счастливые люди не эротичны. Только отказ от Эроса маркирует счастье. Только Сократ, отказавшийся от Эроса, и есть счастливость. Только Сократ, никого не любящий, и есть счастливец. Вот на что, как кажется, указывает Аристофан. Но тогда мы сразу задаемся вопросом. Первоначальные люди, которые не обладают Эросом, потому что они и так цельные, им не надо любить себя, обладают каким свойством? Высокими помыслами. Они враги политического порядка. Единственный неэротичный присутствующий, Сократ, обладает высокими помыслами. Он враг политического порядка. Он создал Алкивиада, он создал Хармида, он создал Крития. И сейчас он собирается сделать что-то подобное. Аристофан не просто хорошо понимает, что происходит. Аристофан также критикует происходящее. Описывая, естественно, нерациональную историю, как у Эрик Симахо, который абсолютно нерационален, рисуя нам некими. Аристофан закрывается. То есть Платон говорит нам, Аристофан – середина, Аристофан – центр, Аристофан говорит – главное. И в то же время он скрывает, естественно, это главное, потому что это самое страшное. Хорошо. И снова проблемы, к которым мы возвращаемся. Значит, Зевс не подумал. Изначальная любовь к себе – это смертельная любовь. В смысле, если вы любите себя, вы никого не любите, вам никто не нужен. В результате чего у Зевса возникает проблема? Вы банально, люди не размножаются. Вспомните, у него была задача какая – ослабить и размножить. Он ослабил, но размножить не получилось. Они умирают. И тогда Зевс придумывает суперидею. Тут Зевс пожалел их, придумывает… Он ведь не пожалел их, он подумал о себе. Потому что если они умрут, то будет приносить им жертвы. Придумывает другое устройство. Он переставляет вперед срамны их части, которые до того были у них обращены в ту же сторону, что прежде лицо. Так что сильно они сливали не друг в друга, а в землю, как цикады. Этого достаточно. План Зевса рушится, как в Платагоре. Боги, создавая порядок, новый порядок, не думают наперед. Но это нас не очень интересует. Это мы уже обсуждали. Нас интересует другое. Это значит, что боги несовершенны. Раз они не способны думать наперед. Не надо быть семипядью в лбу, чтобы это все решить. Переместил же он их в срамные части, установив тем самым оплодотворение женщин и мужчинами, для того, чтобы при совокуплении мужчин и женщин рождались дети и продолжался род. Это достаточно. У Луны есть гениталии. Что я вижу? У Луны... У Луны есть с одной стороны. Хорошо. У Земли, Луны и Солнца нет гениталий. А у олимпийских богов есть гениталии. У изначальных круглых людей тоже есть гениталии. И в этом смысле изначальные круглые люди, хотя являются детьми Солнца, Луны и Земли, каким-то образом связаны с олимпийскими богами. Кажется, что эта связь, генитальная связь, подразумевает сексуальность. Олимпийские боги – сексуальные боги. И люди, как старые, так и новые, сексуальные люди. Я встречал эту идею, но мне она кажется малообоснованной в контексте того, что мы говорим. Впрочем, я не могу не обретить на нее ваше внимание, потому что говорил я с самого начала, что есть другая концепция природы человека, которая подразумевает, что человек от других животных отличается именно сексуальностью. И, кажется, Аристофан в том числе указывает и на это. Если же природа человека заключается в том, что у него есть сексуальность, а у животных нет, тогда зачем он стремится от нее избавиться, чтобы быть счастливым? Ведь это его природа – быть сексуальным и испытывать это. Да, но, как вы понимаете, эта природа не есть изначальная природа. Стремление к другому – есть результат рассечения. Первоначальные люди никогда не стремились к никому другому. И изначальные люди с самого начала не идеальны, потому что у них есть часть олимпийских богов. Подлинно совершенные изначальные люди должны были быть полностью асексуальными. Они должны были быть без гениталий, они должны были быть как Солнце, Луна и Земля. Так, эротизм – это проблема. Эрос – это не лекарство. Эрос – это и есть болезнь. Вопреки тому, что Стефан заявляет с самого начала. И он это прекрасно понимает, в отличие от всех остальных говорящих. У меня вопрос, как они размножались? Изначальные люди? Да. Об этом не сказано. Мы знаем, как размножаются степи, а как размножались тогда? Мы не знаем, быть может, изначальных людей изначально порождали те самые Земля, Луна и Солнце. И они не нуждались ни в каком размножении. Тогда они, вот эти пары, не сходили друг с другом. Вообще никак, да. Ну вот тогда… То есть они просто появлялись из Земли, из Луны и Солнца. Вот тогда… Зачем я понимаю? Вот именно поэтому я и говорю. У мифа есть предел трактования, и вы должны остановиться, вместо того, чтобы пытаться продолжить этот абсурд дальше. Если мы поставим человека, другого человека, к спине, то круг не получится. Это грустно. Я не могу поставить круг. Вы когда-нибудь видели ОМОНовцев, гаишников? Да. А тебе представьте, что они стоят так к спине. Вот и все. Это реально круг. Почти диагноз. Да, 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 да. Давайте дальше. Когда мужчина сойдется с мужчиной, достигалось все же удовлетворение от соития, после чего они могли бы передохнуть, взяться за дела и позаботиться о других своих нуждах. Итак, у эротизма есть две функции. Первое – это размножение людей, а второе – это их удовлетворение, для того, чтобы они перестали мучиться и снова продолжили молиться богам и приносить им жертвы, снова продолжили трудиться. То есть вы либо размножаетесь, мужчина с женщиной, это идет на пользу богам, либо вы занимаетесь педерастей и просто получаете удовольствие, чтобы наконец-то после этого начать работать как надо. Закончили фрустрировать, продолжайте работать по слову богов. А удовольствие мужчины с женщиной? Это когда нельзя? Если вы хотите удовольствия, вы идете к мужчине, потому что нет никаких проблем. А если вы идете к женщине, значит, вы идете, скорее всего, с целью деда рождения. Речь-то идет о политическом, поэтому, конечно, речь идет скорее о мужчине и женщине как способе размножить коллектив, и о мужчине и мужчине, потому что это же главный поло коллектива. Вот таких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается делать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу. Итак, Эрос – это не самый старый бог и даже не олимпийский бог. И с Афродитой он вообще не связан. Эрос – это буквально желание, желание вернуться к изначальной природе, к изначальному состоянию. И главное – это противозаконное желание. Это желание против олимпийских богов. Потому что как только мы вернемся к изначальному состоянию, у нас возникнут высокие помыслы, и мы пойдем вперед на Олимпию. Мы не возвращаемся вообще, потому что из двух людей никогда не появляется один. Любовь к себе – неудовлетворимая любовь. Любовь к себе – вечная любовь. И как только вы ее удовлетворили, вот тогда вы бросаете вызов богам. Но этого, к счастью, никогда не происходит. То есть вы имеете… Кроме философа? Как вы, кроме философа, да. Но посмотрите… Это просто то, что его уже некому бросать вызов. Нет, почему? Он бросает вызов коллективу. Философ угрожает коллективному порядку. И в ответ порядок его убивает. И более того, Сократ ведь не просто говорит «ха-ха, я знаю, что случается». Сократ активно мимикрирует. У него и дети есть, и жена есть, и на войну он ходит, и в народном собрании участвует. Но он не ходит. Вот когда его выбрали судьей в известном деле афинских морских стратегов, тогда он был вынужден, да. То есть он не взаимодействует с порядком настолько, насколько это возможно. Но в то же самое время настолько, насколько это возможно, при условии, что все еще выглядит как часть этого порядка. При условии, что он не вызывает подозрений. Хорошо. Подождите, а можно еще раз на эту вот ситуацию, что, ну, по сути, люди стремятся друг к другу, да? Это любовь к себе. Мы описываем любовь к себе. Подлинный эрос – это любовь к самому себе, которая никогда не может быть удовлетворена. А если она удовлетворена, у вас наступает прозрение, которое ведет вас к войне против порядка. Ну, мы ищем… Изначально мы были один целый, то есть два человека. Изначально мы были неэротичными, потому что были полноценными. Да. А теперь, соответственно, мы ищем вторую половинку, чтобы удовлетворить любовь к самому. Мы ведь ищем не вторую половинку, мы ищем себя. Ну да, себя. Вторую часть – себя. Да. Элотизм заключается в желании стать снова полноценным. Полноценным. Да. Так. А потом ее находим. Мы ее никогда не находим. В смысле, когда мы ее находим, как и Алистофан это опишет, и чтобы было понятно, чем миф отличается от смысла. В мифе все будет просто. Мы ее находим, эту вторую половинку, но мы не можем сразиться. Да, вот и все. Это миф. И там появится потом рефест, который скажет, а вот если бы мы хотели, и так далее, и так далее, и так далее. А смысл этого мифа в следующем. Поиск себя никогда не заканчивается нахождением себя. Человек никогда не может стать полноценным. И в этом смысле Алистофан – комический поэт, который описывает нам трагедию. трагедию жизни. Трагедия жизни заключается в том, что мы никогда не можем стать полноценными. А мне кажется, что этот миф, он смешной, что эта комедия? Потому что сейчас будет море шуток. Но главное, что это и есть самая трагедия, о которой Алистофан говорит. А можно ли сказать, что раз мы не знаем, как мы взяли боги, они сами себя развязали? Они тоже были круглыми? Они явно не были круглыми, потому что у круглых богов нет гениталий. И круглые боги сами себя не развязали. Вот они. Непонятно вообще, как они взялись. То есть давайте попытаемся переформулировать ваш вопрос в метафору. Откуда взялся политический порядок? И ответ, мы при нем родились, и мы вообще не понимаем, откуда он взялся. И когда Кобз говорит, ну, и было изначально состояние, военно-всех, он ведь прекрасно понимает, что это ни в коем случае, конечно же, не исторически. Даже аборигены на каких-нибудь наших любимых островах Фиджи все равно рождаются в политическом порядке. И они с самого начала несчастны, потому что даже аборигенов Фиджи этот политический порядок подавляет. Эрос, это желание вернуть себе изначальное состояние. Это желание, противозаконное желание, эрос противозаконен. И это желание, нечестивое желание, потому что это желание против богов. В смысле, если оно воплотилось, то оно, конечно, ведет к тому, что люди восстают против богов. Но в то же самое время, многоходовочек, в два хода Зевс делает так, в два хода, потому что не подумал головой, в два хода Зевс делает так, что это желание работает на коллектив, работает на политический порядок. Именно потому, что оно никогда не может воплотиться. Как мы это разворачиваем в реальный мир? Коллектив говорит вам, ты почувствуешь себя счастливее, когда родишь. Полноценная женщина, это женщина с детьми. Или коллектив говорит вам, ты знаешь, подлинное счастье, это умереть за родину, защищать родину и погибнуть за нее. Подлинное счастье, это и есть смерть за коллектив. Или еще лучше, хороший человек, это человек, который платит налоги и является законопослушным, который голосует, ходит на выборы, который следит за состоянием своего двора, который платит за ЖКХ вовремя, платит за капремонт и так далее, и так далее, и так далее. Коллектив знает, что все люди неполноценны. И коллектив обещает им, что если они будут следовать тому, что говорит коллектив, они наконец смогут почувствовать себя полноценными. Какой пример я могу вам самый яркий привести? Религия. Вот эта штука, которая как бы и говорит вам, что есть посмертные наказания, вот эта штука претендует на то, чтобы вообще сделать вас полноценными, потому что она свяжет вас с Богом и там уже полное счастье. Причем, как правило, еще при жизни. То есть, медитации, посты, молитвы, целования поясов Богородицы и прочие прекрасные ритуалы созданы во многом именно для того, чтобы вы, наконец, почувствовали себя полноценными. И всякие будды, бодхисатвы и прочие буддистские монахи, сидящие под деревнями, именно это и говорит, что они отказались от всех желаний, в смысле, перестали, наконец, быть эротичными и поэтому чувствуют себя счастливыми. Да. Я думаю, что не могу было это уложить. Если у нас с Богородицы не были люди, они... Ну да, Аристофан очень позавременно называли счастливыми, потому что у них все равно есть те самые свои помыслы, они не беспечные эпикуры. Да, 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 они абсолютно верны, это не эпикурейские боги, да. То есть мы не получаем все равно людей без стремлений. То есть мы не получаем счастливых людей. То есть даже крупные люди. Том-то и посыл, что мы никогда не достигаем счастья, это невозможно сделать. И крупные люди достигаем. Сократ чем занят? Да. Хотя он не эротичен. Да. Понимаю. Если бы он, да, сидел бы под деревом и ушел бы в отшельнике, но он не уходит. Да. И еще вопрос насчет Сократ не любит, да, никого? Как много там только... Да, да. И вопрос счастлив ли он? Помните, как у Ксенофонта, мы до этого еще даем, Сократ говорит, что мало ест, потому что тот, кто мало ест, тому мало нужно, а богам вообще ничего не нужно. Поэтому тот приближет, да, 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 да. Да, но тебе близким совершенству означает ли это, что быть счастливым? Да. Именно поэтому Сократ будет говорить, что философ, естественно, ближе всех к счастью, но он также не до конца счастлив. Или, по крайней мере, если не говорить в открытую, он будет намекать. Ну, то есть он тоже несчастлив? Конечно, нет. В этом трагедии человеческой жизни изначальную природу нельзя восстановить. Любовь к себе не может найти предела. Она не может разрешиться. Да, но какая-то проблема есть у нас. Скажем так, это типичный случай, когда в одну проблему решали, создавая к ней другую проблему. То есть, одну проблему мы не решили, но мы получили новую. У нас была проблема, у нас круглых людей, была проблема с тем, что они интересуют твоих лицах. А теперь есть другая проблема, когда они перестают другими людьми, это эрос. Вы снова вытянуте больше, чем надо. В том-то и высота Ристофана, что он не говорит, были ли изначальные люди счастливы или несчастны. И он не объясняет, почему они собирались зайти на небо. Быть может, они собирались зайти на небо, потому что они собирались, как указывает нам сразу высокий помысл в их профессорде, свергнуть тиранию. Быть может, они собирались установить несправедливый режим. В смысле подлинную справедливость. А ведь только они могут это сделать, добиться подлинной справедливости. Хорошо. Давайте дальше. Итак, каждый из нас это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части. И поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. И вот это важное всегда. Мы всегда ищем. В смысле мы никогда не находим. Мужчины, представляющие собой одну из частей того полого прежде существа, которое называлось эндрогином, охочи да женщин. И блудудеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе. А женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. В серии изначальных людей было три пола. Третий пол андрогины. Андрогины, рассеченные полом, это мужчины, которые любят женщин и женщины, которые любят мужчин. Вы заметьте, что он называет одних мудодеями, а других распутницами. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не очень расположены. Их больше привлекают женщины. И лесбиянки принадлежат именно к этой породе. Да. И Аристофан первый, кто говорит, что существуют еще женщины. Да. И заметьте, что в целом он наконец-то, он по сути первый, наверное, кто не говорит о педерастии, а говорит скорее о гомосексуализме и гетеросексуализме. Зато мужчин, представляющих собой половину прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому. Уже в детстве, будучи стольками существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков из юношей, ибо они от природы самые мужественные. Ну, вы понимаете, супершутка. Сейчас она много разрастется, но, в общем, в то, что они, во-первых, занимаются политикой, а во-вторых, переверните на следующую страничку, 193-С, пусть Аликсимах... Пусть Аликсимах не вышучивает мою речь, думая, что я меч Вагафона и Павсанья. Да. Значит, мужчины, которые тянутся к мужчинам, с самого начала самые мужественные. Это именно Аристофан изображает Агафона как женоподобного. Мужчины, которые тянутся к мужчинам, с самого начала идут в политику, говорит Алистофан. Ну, естественно, подразумевая великую шутку, что в политике одни... Конечно же, дальше идет гора шуток, потому что самое важное уже было сказано. И все-таки еще раз, значит, Алистофан пошутил над... Алистофан пошутил сразу две цели аудитории. Во-первых, в политике одни эти, а во-вторых, он говорит, это самые мужественные мальчики. Но из тех присутствующих педерасты это Павсан и Агафон, а Агафон это женоподобный мужчина. Соответственно, это шутка. Как он может быть мужественен, если он абсолютно женоподобный? То есть, это наоборот самые не мужественные мальчики. Понятно. Это самые лучшие из мальчиков и из юношей и донят природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это заблуждение. Ведут они себя так не по самому бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости из пристрастия к собственному подобию. Ну, вы понимаете, что бесстыдство и храбрость или мужество это уже де-факто одно и то же. Тому есть убедительное доказательство. В зрелые годы только такие мужчины обращаются в государственные деятельности. Ага, да-да-да-да. К политике, то есть в оригинале. И вот опять-таки, ну, Сократ тоже обращается к этому. Нет, обращаются к политике, значит, становятся политиками. Да, да. Возмужав, они любят мальчиков, у них нет природной склонности к деторождению и браку. То есть, эти политики самые аполитичные люди на свете. Они не продолжают род. К тому и другому принуждают обычаи. О, а продолжают они род, потому что коллектив давит на них. Они-то на самом деле не хотят этого делать. А сами они вполне довольствовались бы сожительством друг с другом без жен. Питая всегда пристрастие к родственному, такой человек непременно становится любителем юношей и другом влюбленных в него. Да. Заметьте, как Аристафан, да, это то, на что я вам указывал. Заметьте, как Аристафан говорит, они, возмужав, они любят мальчиков. И такой человек непременно становится любителем юношей. Вы понимаете, как я уже говорил вам, что начальные однополые Соединенные люди, конечно, были одного возраста, когда их разъединили. То есть Аристофан сам понимает, что у его аллегории, конечно же, есть предел. Когда кому-либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого. Да, и это будущее задел для Диатимы сказать, что Эрс – это желание того, чем ты являешься. И если желание того, чем ты не являешься, значит уже не желание самого себя. Любовь к себе. Лучше для себя. Да, это желание себе добра. Вы хотите быть лучше, вы не являетесь лучше. И так как, Сократ нам потом с помощью соизма это покажет, и так как вы всегда можете хотеть быть лучше, чем вы являетесь, любовь к себе никогда не иссякает. Даже если вы становитесь все лучше, 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 лучше и лучше. Почему вы все время продолжаете хотеть для себя блага? Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого. Чего именно она не может сказать и лишь догадывается о своих желаниях, лишь туманно намекает на них. И если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест со своими орудиями и спросил их… Сейчас остановитесь. Понятно, что желания людей несовместимы с желанием богов. Люди хотят вернуть себе изначальную природу, которая выступит против богов. Боги этого не хотят. Индивид и коллектив – это с самого начала враги. И существуют они только потому, что индивид раздавлен коллективом, только потому, что коллектив победил. И как только коллектив ослабляет свою хватку, скидит гражданские войны, чума и так далее, так сразу же индивиды возвращаются к уничтожению коллектива, к войне с коллективом. И все заканчивается тотальной разрухой и анархией. Фукидир потрясающие вещи говорит. Это, кажется, четвертая книга, но я не буду вспоминать и не буду вас обманывать. Он описывает гражданские войны на Киркире. И говорит, что из-за чумы и прочих вещей ослабла благобоязненность, ослабла набожность, ослабла благочестие. И когда оно ослабло, люди начали очень быстро забывать те связи, которые казались вечными. Например, родственные связи. И вот уже сын идет против отца, и брат против брата. Родственные связи, кровные связи на самом деле ничего не значат. Это всего лишь изначенные связи в коллективе. И поэтому восстание против коллектива, индивидуальность, а в том числе подразумевает отказ и от такой близкой связи, как родственная связь, от крови. И Фукидид говорит, сугубо индивидуальные черты, идеология, стали гораздо важнее, чем сугубо коллективные в человеке черты, кровь. И тогда люди начали объединяться с теми, кто ближе им по духу, чем с теми, кто ближе им по крови. Да. Отказать кровь – это же фактически выходит против себя самого. Я понимаю, что Фукидид – это Платон, это разные вещи, но мы только что сказали, что отцы... Да, да. ...заводятся лишь потому, что это их... Это правильно. Но вы можете сказать, что речь идет, естественно, о благе. И встает вопрос, что является для вас большим благом? Ваш сын или некая другая вещь? Если некая другая вещь, какая бы то ни была, большее благо, чем ваш сын, вы, конечно, можете пожертвовать сынам ради этого большего блага. Более того, ведь коллектив вам и говорит, что ваш сын должен пойти в войны и должен умереть за коллектив, поэтому коллектив – большее благо. А потом вы можете сказать, например, как Агамемнон и Фигения, победа в войне – большее благо, чем моя собственная дочь, поэтому она должна быть принесена в жертву немедленно. И тогда будет победа. То есть тут никакой проблемы нет. И если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест... Этого достаточно. Шутка про Гефеста заключается в следующем. Гефест, как вы помните, это муж Афродиты. Проблема в том, что Гефест хромой, по-моему, одноглазый, и в целом довольно уродливый. И вообще его Афродит не очень интересует, его там свои штуки интересуют. Он, как Алексимах, любит науку. Так вот, так как Афродита его не очень интересует, Афродита, естественно, обращается к тому, кто ей интересуется. А ей интересуется Арес. И вот они с Аресом начинают лобызаться, встречаться тайно. Ну, как тайно? Гефеста же всё время нет, он где-то там дома, он дома в кузнице сидит. Поэтому всё хорошо. Они уже перестают как бы на всё обращать внимание, потому что Гефест, ну, Гефест не до этого, он занят серьёзными вещами. И тогда Гелиос, который всё видит, говорит Гефесту, ну, чувак, ну, как бы имей плече. И Гефест решает придумать штуку. Однажды, когда Афродита и Арес наконец-то залазят в постель, в постели оказывается тонкая золотая сеть. И эта сеть начинает сжиматься, и они не могут из неё вырваться. И когда домой приходит Гефест, он видит, что в его постели лежит его жена, Арес. Но Гефест не злодей в этой истории. Гефест думает, что это настолько забавно, что он зовёт всех остальных богов посмотреть на то, как они барахтуются в этой сети, как рыба. После чего, естественно, какое-то время Афродита и Арес, во-первых, от стыда убегают, и больше не показываются какое-то время на глаза богам, а во-вторых, какое-то время даже не встречаются друг с другом. Но, естественно, потом Гефест прощает Афродиту, и всё начинается заодно. Так вот, в этой ситуации происходит то же самое. Является Гефест к двум любовникам, и он не хочет ничего плохого. Но что случится, когда он соединит их? Они станут стыдиться? С одной стороны, как в истории Ареса и Афродиты, всем станет смешно. С другой стороны, если он реально соединит их, то вернётся старая природа, и тогда начнётся восстание против богов. То есть, Гефест не может этого сделать, хотя он знает, чего не хотят. Если Гефест не может этого сделать, значит ли это, что боги не могут вернуть нам изначально природу? Если боги не могут этого сделать, то обращение к богам никогда не даст нам счастья. Религия бессмысленна. Мы должны воздвигать эрозу, самые большие храмы, и приносить самые серьёзные жертвы. Это не имеет никакого смысла. Это никуда не ведёт. Алисофан, сторонник традиции, ретроград, консерватор, говорит нам, что консервативные практики бессмысленны, что консервативные практики не решают решающие проблемы, главные проблемы, единственные проблемы. Проблемы любви к себе, проблемы неполноценности человека. Но он не выступает против них, а выступает за. Почему? Почему Сократ говорит всем, что боги всё знают, и это единственная его нефилософская позиция? Чем служит эта позиция? Эта позиция служит сохранению порядка. А это значит, что Аристофан, как и Сократ, призывает сохранить порядок, потому что он лично заинтересован в сохранении порядка. Он не заинтересован в войне. Он не мужественный. У него нет желания идти против богов. В смысле, у него нет желания оказаться в той ситуации, когда вокруг режут людей. Вы можете немного переформулировать этот вопрос и вспомнить про Критона. Почему Сократ, критик демократии, явный критик демократии, открытый критик демократии, продолжает жить при демократии? Почему он не уходит в Спарту, где никакой демократии нет? И уж тем более, почему он не начинает служить Критию, когда Крития и Хармит приходят к власти? Или почему он бросает Алкивиада ровно в тот момент, когда Алкивиад достигает пика своей политической карьеры? Потому что в любом случае счастья человек не достигнет. Не, 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 подождите. Алкивиад на пике – это тиран. Критий на пике – это тиран. Почему Сократ, критикуя демократию, считает, что нужно жить при демократии? Потому что Сократ воплощен на эрес, а Сократ не эротичен. А другие политики, а демократия не является, не эротична. Да, 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 да. Там хуже демократия. Там хуже демократия. Ага. То есть ваш ответ такой. Демократия – это плохо, но все остальное гораздо хуже. Хорошо. И вот у меня с этим тоже возник вопрос. Если мы возьмем Ксенофонта, воспоминания о Сократе, то есть к чему тогда действительно вообще деятельность Сократа? Что он вообще хочет? То есть он подталкивает, он возвращает молодежь, при всем при этом, что устраивает этот же строй. То есть он подталкивает молодежь, чтобы она изменила этот строй, но при этом он живет в этом строе и его устраивает. Ну как это он его устраивает, если он подталкивает их к изменению этого строя? Он живет в нем, потому что он в нем родился. Это логично. Да. И если он приедет в другой строй, он окажется ничем не лучше. Его тоже придется изменять. Хорошо, он считает, что… Ну, мы же сейчас выяснили, что тиране лучше и демократия… Нет, это было предложение. Хорошо, тогда какой ответ вообще? Сократ, что его цель? Чтобы ответить на вопрос о цели Сократа, нам придётся целиком прочитать всего Платона и долго-долго думать. Ну, вы пришли к какой-то идее? Ну, я потихоньку стараюсь вести вас в эту сторону, да. Но это не значит, что вы должны ожидать ясных ответов. У меня есть вопрос. Пожалуйста. То есть, не совсем напрямую, собственно, с конкретной частью, но, наверное, совсем с этим делом. Хочет ли Сократ жить? Когда мы читаем Апологию и когда мы читаем Критон, Сократ и в Апологии, и в Критоне валит. Мне 70, поэтому мне не страшно умереть. И потом закрывается объяло. Да, да, это да. Мы задаёмся вопросом. Часть его арментации заключается в том, что ему 70. А если бы ему не было 70? И ответ, скорее всего, нет. То есть, в Критоне Сократ говорит, когда Критон приходит и говорит, корабль из Соломинии придёт завтра. А Сократ говорит, нет, не завтра. Придёт послезавтра. Критон говорит, я вообще-то тобой научен мыслить рационально. Только что пришёл корабль, который встретился с ним день назад. И, значит, он придёт на следующий день. Сократ говорит, не, 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 мы во сне, пришла женщина в белом, а она сказала, что корабль придёт послезавтра. Немного отличим всё. То есть, рационализм у Критона, который Критон подхватывает у Сократа, Сократ противопоставляет, ну, потому что надо заткнуть, парня. Но дело в этом, дело в другом. Женщина в белом – это кто? Вы же читали про дико Гераклия. Кто такая женщина в белом? Добладетель. Добладетель. Добладетельный человек знает, когда надо умереть. Да, хорошо. Поэтому в 50 ещё не хотел, а в 70 уже знает, что надо. Хорошо. Что ж, давайте продолжим тогда. Если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест со своими орудиями и спросил их, чего же люди хотите один от другого? А потом, видев, что им трудно ответить, спросил их снова. Может быть, вы хотите как можно дольше быть вместе и не разлучаться с другом ни днём, ни ночью? Гефест знает, чего они на самом деле хотят. Они знают этого. Но он никогда не сделает то, что им на самом деле нужно. Политический порядок знает природу человека. Если бы не знал, не смог бы существовать. Но он никогда не даст ей развернуться. Политическое никогда не сделает вас счастливыми. И в этом смысле Сократ политический философ, но он никогда не идёт в политику. Вопрос, собственно, в том, что боги не не могут, они не должны это делать для того, чтобы просто подняться. Да, потому что иначе произойдёт восстание. И снова кажется, что да. Но Аристофан этого не говорит. Заметьте, Аристофан приводит пример. Вернитесь назад. Это будет хорошее замечание. Это у нас 191D. Нет, 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 нет. Даже ещё раньше. 190Е. Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйца волоском. Яйцо. Яйцо волоском. Достаточно. Можем ли мы, разрезав яйцо волоском, снова срастить его? Можем ли мы, разрезав ягоды... Вот. Возможно, боги ещё и не могут этого сделать. Хотя не знают, что именно сделает нас полноценными. Политический порядок не может сделать людей счастливыми, потому что это угрожает его гибели. Но, может быть, он не может сделать людей счастливыми в принципе. Точка. Коллективное никогда не может сделать вас счастливым, потому что счастье – это эгоизм. Потому что счастье – это любовь к себе. И коллектив не в состоянии владеть ваш эгоизмом. Хорошо. Если ваше желание именно таково, я готов сплавить вас и срастить Вейдина, и тогда из двух человек станет один. И покуда вы живы, вы будете жить одной общей жизнью, а когда вы умрёте, в Вейде будет один мертвец вместо двух, и вы умрёте общей смертью. Подумайте только, этого ли вы жаждете, и будете ли вы довольны, если достигнете этого? А Гефест знает, что этого они жаждут, и будут довольны, когда достигнут. Они не знают. И он задаёт им этот вопрос. Случись так, мы уверены, что каждый не только не отказался бы от подобного предложения и не выразил никакого другого желания, но счёл бы, что услыхал именно то, о чём давно мечтал, одержимый стремлением слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо. Причина этому та, что такова была изначальная наша природа, и мы составляли нечто целостное. Итак, боги не соединяют нас, и боги не решают проблему Эроса. Подлинная проблема Эроса – это единение с самим собой, получение изначальной природы. Но это единение, возможно, не благодаря, точно так же, как и рождение подлинно здорового человека, возможно, не благодаря олимпийским богам, а благодаря космическим богам. Быть может, Аристофан говорит, что подлинное благочестие – это как раз благочестие по отношению к космическим богам. Единение с космическими богами, подлинное благочестие, означает наблюдение за космическими богами. Вы уже выражали эту идею. Единение с космическими богами означает созерцание астономических явлений. Оно означает астономию. Но это всего лишь одна из граней мифа, и, мне кажется, она не туда ведёт, потому что мы не знаем, что такое космический порядок. Иными словами, давайте попробуем перелить это в наш сосуд. Все порядки, которые мы видим, все коллективные порядки, ненастоящие порядки, есть какой-то изначальный порядок, суперпорядок, и этот порядок есть идеальный порядок. Этот идеальный порядок невозможен в реальности, он возможен только в созерцании, только у себя в голове, только у вас в голове. Этот порядок – это тот самый идеальный город на словах. Кажется, что, может быть, мы обращаемся к этому. Почему созерцание так важно? Ну, потому что он невыплатим, и потому что, когда мы, наконец, дойдём до речи Диатимы, Диатима скажет нам, что с идеей блага невозможно ничего сделать, её невозможно ничего родить, её можно только созерцать. Вся любовь до этого, любовь к прекрасному телу, к прекрасной душе, к прекрасным обычаям, к прекрасным наукам, к мудрости – всё это имело свойство рождения, рождения в прекрасном. Созерцание идеи блага не имеет свойства рождения. Сократ бесплоден, он только насильник. И, может быть, Аристофан предсказывает именно это, предсказывает нам, что идеальный порядок, который мы могли бы помыслить, мы можем только помыслить, он может быть только созерцаем и никогда воплотим. И тогда вопрос, почему Сократ, с одной стороны, живёт при демократии, а с другой стороны, воспитывает тиранов, кажется драматической историей о том, как философ пытается создать идеальный порядок, думая, что это возможно, а потом проваливается. И где-то над эту попытку понимает, что, наверное, не стоит, и идёт кагофон. Это частичный ответ на мой вопрос, что хоть Сократ и… Я делюсь. Я хотела бы узнать, точнее, не узнать, но не дай ли сделать. Потому что нет ничего странного в том, что Аристофан предлагает восславлять Эроса, ставить ему храмы и так далее, когда выиграли. Потому что, по сути, Эрос есть выражение человеческого стремления к целостности. Да. Против боков. Против боков, да. Поэтому неудивительно, что именно его Аристофан предлагает слайд. И что он в этом схож с Федором. Да, Федор имеет другую аргументацию для этого. Неправильную аргументацию. Внутренне противоречивую аргументацию. Искаженную аргументацию на Аристофан показывает. Да, тоже. Ну, со слайдом, что я делюсь, не знаю, как. То же самое. То есть, вы хотите сказать, что подлинное благочестие заключается в нечестии. То есть... Нет, нет, никакого благочестия. Нет, смотрите. Вставить Эросу... В нечестие. Сейчас, сейчас. Вставить Эросу храмы – это, очевидно, религиозный в смысле благочестный поступок. Внешне, да? Да, да, да. Но внешне плохо. Давайте скажем внутренней. Подлинное благочестие – это нечестие. Подлинное благочестие – это восхваление, обожествление того, что поможет нам восстать против богов. Да. Ну, как подлинная справедливость, о которой мы уже успели поговорить. Да, 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 да. Да, вполне. Хорошо. Таким образом, любовью называется жара целостности и стремление к ней. Причина этому тому, что такова наша изначальная природа, и мы составляли нечто целостное. Он говорит уже не о людях, он говорит о присутствующих. Он говорит, что этот миф ближе к реальности, чем нам кажется. Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. Прежде, повторяю, мы были чем-то единым, а теперь из-за нашей несправедливости мы поселены богом порознь, как аркации лакедемонят. Достаточно. Второе свойство изначальной человеческой природы – несправедливость. Высокие помыслы и несправедливость связаны, потому что высокие помыслы – это помыслы против порядка. Несправедливость. Когда человек снова обретет свою изначальную природу, он снова станет врагом всякого порядка и снова станет несправедливым. Справедливость, связанная с благочестием, – это есть свойство слабых людей. Свойство слабых людей – это стыд. Сейчас будет еще одно – страх. Слабым современным людям стыдно и им страшно. Изначальным людям не стыдно и не страшно. Изначальные люди – не пассивные люди. Изначальные люди – активные люди. Полноценные люди – несправедливые тираны, собирающиеся уничтожить порядок. Существует, значит, опасность, что если мы не будем... Да, аркации лакедемоняне, я забыл. Вот это тот момент, когда я говорил вам, когда вы должны вспомнить, что платоновский диалог на самом деле никогда не происходит в конкретной точке времени. И в Протагоре Платон показывает это, заставляя их вспомнить о пьесе, которая случилась гораздо позже, чем мог второй раз Протагор приехать в Афины. А здесь это делает Аристофан. Вот это событие, лакедемоняне переселяют аркацев, происходит в 385 году, а беседа их в 416-415. То есть Аристофан никак не может про это событие знать. И тем не менее, оно здесь. Оно здесь, чтобы показать нам, что нам не нужно так сильно обращать внимание на контекст. Что идеи, которые Платон высказывает, это вневременные идеи, а не историчные идеи. Хотя ситуация историческая всегда, или практически всегда присутствует. Для того, чтобы понять, что это за история, как лакедемоняне переселили аркацев, нам нужно открыть ксенофонта. Это ксенофонт Геленика 5217. Спартанцы после победы восстанавливают прежнее естественное устройство Монтерея. Монтерея – это единый город, который восстает против спартанцев. Спартанцы приказывают им сначала срыть стены, причем со стороны материка. Ну понятно, чтобы нельзя было напасть со стороны моря, но спартанцы пришли. Они отказываются это сделать. Тогда спартанцы осаждают их. И побеждая, спартанцы приказывают уничтожить город и вернуть ему его изначальное состояние. Изначальное состояние – это состояние нескольких племен, которые жили на этой территории. Вместо единого города, который разрушается, появляются несколько деревень, далекие от единения, и несколько племен, которые на них сидят. Ксенофон говорит потрясающую вещь. Когда лакедемоняне это сделали, ну естественно, они сделали это на пользу аркадцам, потому что они вернули их к состоянию изначальной простоты, к изначальной природе. То есть то самое стремление покинуть цивилизацию и наконец стать снова папуасом, снова перестать ограничивать себя проклятыми правилами, которые навоздавят, именно это и сделали спартанцы с аркадцами. Ну естественно, каким образом? Насилием и подавлением, насильственным разрушением их города, гибелью цивилизации. Ксенофон говорит, это им пошло на благо, но он же шутит, да? А Алистофан сразу говорит, это ужасно. Почему? Потому что к изначальной природе нельзя вернуться. В смысле, когда мы разрушим цивилизацию, мы просто останемся сидеть на пепле, мы не станем счастливыми. Существует, значит, опасность, что если мы не будем подчительны к богам, нас рассекут еще раз. И тогда мы упадуемся не то выпуклым надгробным изображением, которые как бы распилены вдоль носа, не то значкам взаимного гостеприимства. Поэтому каждый должен учить... Нет, нет, значкам... Видите, благочестие по отношению к Эросу заменяется благочестием вообще. Мотив благочестия вообще – это страх. Боги страхом заставляют себя уважать, быть нас благочестимыми. Государство страхом заставляет себя уважать. Если состояние современного человека – это страх и благочестие, и стыд, то состояние первоначального человека – это мужество, как противостоящее страху, это нечестие, как противостоящее благочестию, и это гордость, как противостоящее стыду. Аристофан говорит нам, что когда мы станем снова едиными, мы станем счастливыми. Не хочет ли он сказать, что вот эти качества, которыми обладают первоначальные люди, эти качества и ведут нас к счастью? Мужество, гордость, нечестие, несправедливость. Мы могли бы сделать этот вывод? И, естественно, что бы мы тогда сказали об Аристофане? Чему Аристофан тогда призывает? К несправедливости, нечестию и гордыне. Именно поэтому Аристофан не говорит, что первоначальные люди были счастливы. Потому что если бы он сказал, у нас были бы четкие критерии счастья, и эти критерии счастья были бы вообще-то не очень хорошими. Хорошими. Поэтому каждый должен учить каждого чтению к Богам, чтобы нас не постигла эта беда, и чтобы наш муж... Каждый муж, это очень важно. Каждый муж каждого мужа. Поэтому каждый муж должен учить каждого мужа чтению к Богам, чтобы нас не постигла эта беда, и чтобы нашим делом была целостность, которая нас ведет и указывает нам дорогу Эрос. Благочестие совместимо с Эросом. В смысле, мы можем быть одновременно эротичными и благочестивыми, но благочестие не ведет к Эросу. И уж тем более Эрос не достигает своей цели. Благочестие – это способ, о котором я уже говорил. Когда люди понимают, что они не могут быть счастливыми, кто-то говорит им, я знаю, как ты можешь быть счастливым. Кто-то – это коллектив. И единственное средство, которое может посоветовать коллектив – это быть коллективным. Коллектив зиждется на посмертных наказаниях, поэтому первое, что уже нужно нарушать коллектив – это благочестие. Таким образом, Аристофан говорит нам, что, зная всю трагичность человеческой ситуации, он ни при каких условиях не советует другого, помимо конвенционального, помимо принятого, выхода из нее. То есть никакого выхода для них нет. И как нам кажется, мы находим в этом различие Аристофана и Сократа. Ведь кажется, что Сократ, стоящий на рыночной площади, Сократ – проповедник, Сократ – мессия. В смысле, Сократ – миссией. Это Сократ, который говорит, я знаю, как вам стать наконец-то, да? Но проблема в том, что Сократ… Ведь что говорит на рыночной площади? Что существует душа, истина и добродетель. И что душу спасает познание истины, которое ведет к добродетелю. А Аристофан отличается от Сократа тем, что он вообще не принимает на себя подобные человеколюбивые миссии. Эрос – человеколюбивый бог, эрос – филантроп, Сократ – филантроп, но Аристофан – не филантроп. Поэтому, указывая на страшнейшую проблему, он никогда не двигается дальше конвенционального решения. Почему? Потому что, в отличие от Сократа… Ну, как и Сократ. Но, в отличие от Сократа, будучи более честным с собой и другими, опять же, нет. Аристофан знает, что у проблемы нет решения. Сократ знает, что у проблемы нет решения, но он пытается его предложить. Коллектив знает, что есть проблема. И говорит, боги, законопослушность, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Традиционно знает, что есть проблема. Она говорит, веди себя как Геракл, веди себя как Исей, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И только Аристофан, зная, что есть проблема, говорит, она неразрешима. Мы все навсегда будем несчастны. И если уж мы будем несчастны, то давайте мы хотя бы будем несчастны на сытый желудок. Иди помолись. Начиная в 189-д, когда Аристофан говорит, я приношу новое учение, мы все должны поклоняться Богу и роту, он заканчивает фразой «Будьте благочестивы, идите в храм к нужным богам». Он никакого нового учения не создает. Напротив, он создает старое учение. И в этом смысле он, конечно же, остается ретроградом или акционером. Почему он создает старое учение? Потому что старое учение разъето коррозией. Коррозией войны, коррозией софистики, коррозией философии. И все здесь присутствующие сливки общества, они как раз и есть эта коррозия. И Аристофан говорит им, не-не-не-не, ребята, мы должны указывать верный путь. Вы все должны идти в верном направлении. Мы и есть то, что сейчас называются лидеры общественного мнения. Мы и есть инфлюенсеры, мы и есть влиятельные лица. И мы должны влиять в правильную сторону. Все здесь присутствующие в той или иной степени новаторы. Врач, педераст, ученик Сократа, в смысле Федора. Агафон и Сократ. И даже Алкириат. И только Аристофан говорит, старое работает, не трогайте. И только Аристофан находится в центре. И только Аристофан выражает головную мысль. И только Аристофану детьми нечем ответить. И только Аристофан является самым честным, потому что он не прикрывается, а говорит сразу, что подлинная любовь – это любовь к себе. Хотя, конечно, он облекает это в миф, а не говорит прямым текстом. Все остальные будут думать, что подлинная любовь – это что-то другое. Хотя за ней будет всегда стоять любовь к себе. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы перед тем, как мы дочитаем? Или давайте сначала дочитаем? Давайте. Ну, я уже говорил вам, что это шутка. Но я имею в виду вообще всех мужчин и всех женщин. И хочу сказать, что наш род достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эроса, и каждый найдет соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе. Но если это вообще самое лучшее, значит, из всего, что есть сейчас, наилучшим нужно признать то, что ближе всего к самому лучшему – встретить предмет любви, который тебе сродни. Итак, высшее благо – это воплощение любви к самому себе. И, следовательно, если мы хотим прославить Бога, дарующего нам это благо, мы должны славить Эроса. Мало того, что Эрос и теперь приносит величайшую пользу. И он заканчивает ровно теми же, как бы ровно теми же фразами, с которых начинал. Вам легче. Вернитесь вперед и скажите нам, что он говорит в самом начале. Ведь Эрос – самый человеколюбивый Бог. Он помогает людям и врачу не доги, исцеление от которых было бы для рода человеческое величайшим счастьем. Итак, я попытаюсь объяснить вам его мощь. А теперь вернитесь вперед. Вперед. Сюда. И прочтите Эрос. Да. Эрос и теперь приносит... Эрос и теперь приносит величайшую пользу. Да. Смотрите. Он говорил о счастье. Теперь он говорит о пользе. И как вы увидите, польза заключается в том числе и в счастье. Иными словами, польза выше, чем счастье. Наша цель – это счастье. Но цель коллектива – это польза. Помните, когда две половинки сходятся, они либо рождают новых людей, либо, разряжая фрустрацию, идут по своим делам приносить жертвы. И в этом смысле польза богов стоит выше, чем счастье, которое получается, которое не получается. В результате Саития и в результате Эроса. Эроса теперь приносит величайшую пользу, направляя нас к тому, кто близок нам и сродни. Он сулит нам, если только мы будем чтить богов, прекрасное будущее, ибо сделает нас тогда счастливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей изначальной природе. Да, а вот теперь счастье, блаженство, исцеление и изначальная природа. Я очень много сказал, и все, мне кажется, если не важным, то интересным. Но главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на свойства человеческой природы. Старой человеческой природы и новой человеческой природы. И естественный и неизбежный вывод о том, что новая человеческая природа очень плохая, в то время как старая, очень хорошая, но очень опасная. Да, на этом речь Аристофан заканчивается. И я хотел бы спросить, есть ли у вас вопросы в целом, потому что мы да. А если польза выше счастья, то не потому ли она выше, что счастье недостижимое, а польза достижимое? А польза для кого? Польза для коллектива. Польза для коллектива. Конечно, для богов. Не для коллектива, не для индивидуа. Счастье недостижимое – это абсолютно верно. Да, поэтому только польза и выше. Нет, польза выше от коллектива, понятно почему. Потому что то, что коллектив предлагает в качестве дороги к счастью, это всё жизнь коллектива. В смысле, высшая польза коллектива – это его жизнь. Поэтому коллектив говорит, что я важнее, чем вы. Молитесь, поститесь и слушайте радио Раду. Вполне может быть, вы правы. И Аристофан пытается рационально обосновать. Так как изначальная природа недостижима, так как вашего счастья не может быть, ваше место – молиться, поститься и слушать радио Раду. Но это его ответ не философский и не комедийный. Это не его ответ. Это его призыв ко всем остальным. К развращенным и развращающим. Это не настоящее. Именно поэтому, смотрите, он начинает и заканчивает одинаково. Ах, в середине расположены страшные. Ну вы же сказали, а, ну страшные в смысле, ту правду, которую он говорит? Да, конечно. Ну это же как бы тоже его честный ответ. Вы же сказали, что Аристофан самый честный. Нет, смотрите, его честность заключается в том, что он абсолютно честно говорит, что… Это недостижимая честность? Да, 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 да. И ставит перед нами проблему, как жить. А потом возвращается к началу и говорит, вам я знаю, как жить, идите молитесь. Вам это кому? Развращенным присутствующим. Я напоминаю вам, это врач, это пенераст, это ученик Сократа, это сливки-сливы. И Сократ? Но Сократ знает, что посылка правильной. Поэтому в речи Диатимы, Диатимов знает, что Аристофан единственный, кто не ошибся. То есть они с Аристофаном видят одну и ту же проблему. И они понимают, что она неразрешена. Их просто разные методы. Философия говорит, давайте подумаем над этим. Аристофан говорит, давайте посмеемся. Я поняла, хорошо. То есть он говорит людям обычным, можно сказать, непосвященным. Нет, он именно посвященным говорит, пересаньте разлагать коллектив. Хорошо. Но вы говорите, что это не то, что он думает на самом деле. Да, конечно. Хорошо. А что тогда делать ему конкретно и Сократу? А так его ответ и от Сократа известен. Он комедиограф, Сократ-философ. Всё. То есть это в какой-то степени противостоит обычному порядку вещей в обществе? Конечно. Потому что философия разлагает, а комедия критикует. То есть Аристофан не адресует это Сократу? Нет. Они вдвоем и так понимают проблему. Да. Платон через Аристофана показывает проблему. Он не может показывать через Сократа. Драматически получается так, что Аристофан показывает Сократу, что он единственный из присутствующих, кто понимает. И тем самым заставляет Сократа ответить именно Аристофану. И когда ответ Аристофану происходит, Сократ говорит, я тоже понимаю, что ты прав. Да. Да, да, да. В то время как все присутствующие, кроме, быть может, Аргофона, должны уйти с идеи о том, что надо молиться. А Аргофон потому, что он на этом не болит? Нет. А Аргофон потому, что Сократ его собирается разводить. Как это закончится, мы не знаем пока еще. Закончится плохо. В смысле, мы уже знаем. Да. Если идея блага – это созерцание, и его ничего не может родиться, то мы можем сказать, что и Агофон, и Сократ, что вот эта деятельность, и философия, и комедия, она… Аристафан тогда. Ой, Аристафан, ну и Сократ. Сократ – философия, аристафан – комедия. Да, 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 комедия, да. Можем ли мы сказать, что и комедия, и философия – это тоже своего рода созерцание, игра, из которой ничего не может родиться, ну просто вот… Из философии, да, Сократ так себя и опишет. Он бесплоден. В смысле, как я все время и говорил, он насильник. Он-то скажет, что он побивальная бабка в тей-тейте, но он насильник. И комедия тоже. А что такое комедия, как ненасилие над идеей, над концепцией, над практикой? С самого начала я говорил вам, спид, терроризм и ислам. Следовательно, они близки к созерцанию, к этой идее. К тому, что Диатима описывает как созерцание, да, да, да. А какого-то того, что вы говорили относительно порядка, вы сказали, что Аристофан, насколько сидит в центре? Здесь сидит в центре, и у него один из самых сильных спичек. Да. Потому что самые сильные спички у нас должны быть в начале, в конце. Нет, нет, нет. Потому что те, кто сидит в центре, и никто не слушает. Нет, 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 нет. Это говорил не я, это раз, а во-вторых ведь это. Вот, не будь показывать пальцем. Я говорил как раз о том, что, согласно классической риторике, самый серьезный аргумент, в смысле, самый слабый, самый уязвимый, находится в центре. И это самый серьезный аргумент всех. И он находится в самом-самом центре. Аристофан четвертый. Самый публиотичный. Да, 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 да. Четвертый из семи. Опять же, напоминаю вам, что это случайно. И он на самом деле третий, а значит, как Сократ. Но он четвертый, а значит, он как Федор. И Федор, Аристофан, Сократ, как бы формулирует подлинную церадку. В общем, с этими цифрами можно играть бесконечно. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы или давайте сделаем еще один пример. Давайте. Все хорошо. Продолжение следует.